На фоне комбайнов и тракторов, которые вовсю сейчас работают в поле, этот трактор на первый взгляд ничем не отличается от остальных. Только присмотревшись, можно увидеть, что в кабине нет пилота. Трактором управляет робот. Вместо водителя на привычном месте стоит вот такое мехатронное устройство, которое называется «Аватар». Это устройство закреплено на сидении, подключено к рулю, ко всем педалям и выполняет весь функционал, который должен выполнять водитель. Тракторист, который работает в три смены и не совершает ошибок, управляет движением специальный компьютер, в который загружается программа в зависимости от вида полевых работ. Однако данные о перемещении трактора поступают и диспетчеру. Робот ориентируется на данные с карты полей и несколько видеокамер, как своеобразные глаза машины. В режиме реального времени изображение поступает в диспетчерский центр. Одновременно один человек может удаленно управлять сразу десятью такими машинами. Это мобильный диспетчерский центр, который установлен неподалеку от поля, в котором работает беспилотная техника. Сюда собирается вся информация от работающих тракторов. Получаются картинки с видеокамер, данные со спутниковой навигации. Отсюда инженеры, программисты, диспетчеры могут управлять техникой, могут исправлять какие-то ошибки, могут переводить технику в ручной режим, а также отрабатывать новые сценарии и ставить новые задачи по обработке необходимых участков полей. Те, кто в сельском хозяйстве уже давно признают, не то чтобы мечтать, представить когда-то себе такого даже не могли. Представь себе, вон там идет трактор, а в нем никого нет. И сегодня готовы брать роботы на вооружение. Беспилотная техника в поле должна в значительной степени повысить эффективность фермерских хозяйств. В этом уверены не только создатели агробота, но и ведущие агропредприятия. Очень эффективно. Когда мы работаем просто техникой, физически человек сидит, то есть перекрытия какие-то, есть какие-то перезатраты нормативов. А здесь все автоматизировано и работает очень четко. И мы получаем продукцию, понятно, что значительная низкая себестоимость. Но если добавить качество, то мы абсолютно конкурентоспособны. А второе, в чем уверены фермеры, именно инновационные решения помогут привлечь в сельское хозяйство высококвалифицированные кадры. Нельзя тогда говорить о том, что село умирает, потому что туда никто не идет. Я думаю, что в село будет очередь, кто может устроиться на селе не только на работу, но и жить. Для самих фермеров немаловажное качество – окупаемость. Впрочем, разработчики говорят, что затраты окупаются в течение двух лет за счет повышенной работоспособности. В прямом смысле слова, машины пашут и днем, и ночью. На сегодняшний момент мы видим следующую модель. Десять агроботов будет управляться двумя операторами. Это управление может занимать по времени 24 часа в сутки. Два оператора одновременно могут контролировать работу десяти тракторов. Исходя из того, что два оператора будут заменять с собой 10 трактористов, в результате чего произойдет экономия по фонду оплаты труда и выше названных параметров. Уже сегодня первые в своем деле готовы переместиться из кабины трактора в диспетчерский центр. Андрей – двукратный победитель чемпионата страны по пахоте. Трактор-робот разглядывает с интересом. Качественно, добросовестно выполнять свою работу. Когда ты просто по полю едешь, и ты все равно, если будешь стараться ехать попрямее и качественно выполнять свою работу, не закрывать глаза на всякие небольшие недочеты. Если этот трактор покажет себя очень хорошо, зарекомендует себя в поле, тогда действительно я бы переместился в диспетчерский центр. Задача этих испытаний – отработать в этом сезоне полный цикл посадки озимой пшеницы, чтобы в следующем году уже собрать урожай. Планы на ближайшее будущее – полностью автоматизировать систему сбора и обработки урожая. По словам разработчиков Агробота, им понадобится два года, чтобы окончательно устранить все недостатки конструкции и начать поставки сельхозпроизводителям. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».